Женский баскетбол Лена Левченко рассказывает свою историю успеха. Ой, вначале был не баскетбол, а вначале была музыка, были танцы, было макароме. Я тогда занималась на фортепиано, мне родители купили красивое немецкое пианино. Специально ездили в Чернигов, где-то по объявлению нашли. То есть оно там какое-то старинное, очень красивое. Тянули очередь на шестой этаж на своих руках. То есть, пожалуйста, только занимайся. Тут, в пятом классе, она встретила тренера Виктора Ивановича, который пригласил на баскетбол. Я как-то несерьезно к этому отнеслась вначале и не ходила на тренировки, то есть как-то пропускала. Потом вообще год я полностью не ходила. И, наверное, в районе где-то 10 лет я очень серьезно стала заниматься, то есть как бы ходила на все тренировки. И это стало перерастать больше, чем в какое-то увлечение. Баскетбол мне давал, наверное, какое-то удовлетворение. Ну, на тот момент я была самая высокая. У меня не было много друзей. И тут появляется баскетбол, который, скажем так, спасает мою жизнь. Разбивались на команды, да, все время хотели, чтобы там девчонки, я у них в команде была. То есть настолько мне это дало какую-то уверенность в себе. Мой рост – это негатив, а наоборот – это позитив. Но в тот момент у меня оставался один год музыкальной школы. И она пришла и сказала, что я музыку бросаю и буду заниматься чисто баскетболом. На что я сказала. «Покуда ты не окончишь музыкальную школу, ни о каком баскетболе речь не может идти». Я пошла, закончила фортепианную школу 5 лет, принесла маме диплом, и сказала, что все, я могу идти на тренировку, могу играть. Но было так, что мама не пускала меня. Ну, говорит, все, нет, не надо никакой спор, зачем он тебе нужен? Ей предложили поступить в школу Олимпийского резерва. И вот тут стал вопрос, что делать. Ну, и на семейном совете, поскольку у нее влечение было достаточно сильное, ну, решили так – поедь, посмотри. Не понравится, Минск недалеко от Гомеля, в любой момент можешь вернуться назад. Зашли в комнату, естественно, старое общежитие, наверное, там 4 или 5 кроватей стояло. И подошла воспитательница и сказала, ну, что ты так плачешь? Давай мы тебя временно пока оформим. Если тебе не понравится, то ты вернешься домой. Она сказала, нет, если я только временно останусь, то я точно уеду. Записывайте меня, я на постоянных. Тогда вот я почувствовал, что есть у нее стержень какой-то, который позволит ей добиться каких-то результатов. Хотя я была очень домашним ребенком, мне тяжело, это настолько переносилось. Я плакала, я звонила домой. Родители говорят, ну, хорошо, приезжаю. Пришлось много вытирать слез по телефону. Я уехала с дома в 14 лет в училище Олимпийского резерва в Минск. И в 17 лет улетела в Штаты. Я перед тем, как уехала, мне все... Мама и папа сказали, что как бы тяжело тебе не было, ты все время можешь вернуться домой. Дом все время будет вот здесь. В начале я не хотела ехать, я хотела сразу ехать, играть в клуб. И как любому подростку хочется зарабатывать деньги. Опять же, мои родители сказали, что нужно получать образование. И не будет такого шанса, что ты можешь играть в баскетбол, твоя учеба будет оплачена. А в те времена, вы сами знаете, какой был материальный достаток в Советском Союзе. Поэтому денег ей хватило только туда отправить, и чтобы купила обратный билет. Мама говорит, я... Ну, и мать, и отец. Ты сегодняшний день не представляю, как мы отпустили тебя в 17 лет. И посадили нас в самолет, не знаю, куда ты идешь, я не знала языка. Это было 1 августа 2000 года. Половина первого. Вот все, мы провели ее там в регистрацию, все, вышли сюда, значит, на стенку машин. И в это время по часам уже самолет взмыл. Мы знали, мы знали, какой компанией, и все, этот наш самолет. Мы стояли, смотрели, была погода такая, солнышко такое было. А вот, и вот пол первого дня, вот, открылся, это было не забывая минуты. Мы, короче, ехали до Умеля, и мы не помним, как мы доехали. Культурный шок, да, для меня был, когда, например, ну, девочка из Беларуси, я приехала, я жила в семье вначале. Я не знала, как пользоваться микроволновкой, да, для меня это было, ну, вот настолько, потому что, конечно же, незнание языка, настолько там было еды, одежды, всего, когда у нас только начинался вот этот вот момент, когда нужно было стоять в очереди. Когда я помню себя после школы по пару часов за молоком и сметаной. Когда она была маленькая, когда-то туда стояла очереди за колбасой, ей не хватило колбасы. Она пошла к директору магазина, он спросил, ты чего, девочка, плачешь? Вот мне не досталось колбасы. И он ее завел и отпустил. То есть у нее настолько был вот настойчивый характер добиваться цели какой-то в жизни. Первый год я не могла играть, так как уровень моего английского был недостаточно, чтобы пройти все тесты. Помочь по тем временам, мы, как говорится, ну, самое большое, что я могла переслать, это 100-150 долларов. Что для Америки, естественно, были это копейки. Как она говорила, что и квартиру убирала, и с детьми сидела, чтобы какую-то заработать копейку. Все-таки после первого года я решила, что я не буду возвращаться в Штаты, что я все равно хочу поехать играть в клубы и получать, скажем так, деньги. Когда наступил день отъезда, у нее был билет туда и назад, мы поехали на дачу. И, как сейчас помню, мы сидели на ступеньках, и было где-то 15, наверное, 30, около 4 часов дня. Как раз время вылета с Киева, самолета на Нью-Йорк. И она сказала, ой, мама, у меня что-то оборвалось внутри. А вечером поступил звонок с Америки. Отучилась два года в Junior College и попала в университет в Западной Виржинии. Но как только я переехала туда, у меня были серьезные травмы. Надрыв низко, летела одна связка на колени, потом прямо на следующий год другая связка. И многие говорили, что все, она закончила, она больше не будет играть. Она не будет такая, как она была. Хотя перспективы у меня были очень хорошие. И были очень хорошие шансы попасть чуть ли не в пятерку драфта женского НБА на первом раунде. Поэтому для меня это все перенеслось очень тяжело. Это все было на расстоянии, это все было, когда я была одна. Ну, вот тот период был для меня, наверное, самым тяжелым. И, наверное, действительно протестировалась моя любовь к этой игре. Я помню тот момент, когда она позвонила. У меня было шоковое состояние. Мне трудно говорить об этом сейчас. Я не могла ей никаким образом помочь. Но у Лены настолько сила воли большая. И, наверное, у нее настолько любовь к этому баскетболу, что она говорит, мама, мне этот мяч снится. И после того, когда ей сказал тренер американский, что твоя карьера кончена, видно, это ее побудило еще больше работать и доказать, что все-таки она что-то может в баскетболе. Я перенесла пять операций, скажем, четыре, да, пять операций там, без родителей, без ничего. То есть вот это выработало мне какую-то стойкость. И тут ей поступают предложения на драфт в НБА. Елена Левченко становится первой белорусской в сильнейшей лиге планеты, а в 2010 году вместе с клубом «Атланта Дрим» доходят до финальной серии плей-офф женского НБА. Когда я попала в команду, это был, я не помню, седьмой год, в 2007 или 2006 в Шарлотт, и я попала в команду как free agent, то есть я не была на драфте, я сама попросила, дайте мне шанс. Некоторые даже смеялись, когда я пошла на кемп, training camp, то есть когда в лагерь, где мы тренировались. Ой, да что она там делает? Она не попадет? Да вообще это смешно. И когда я, скажем так, доказала, наверное, даже не людям, скажем так, о себе в первую очередь, что я могу, что как бы тяжело не было, что вот для себя, а потом уже на втором месте. Конечно, это дает удовольствие, когда ты доказываешь это людям. И тут на фоне всего, что после стойких операций, после стойких разъездов, ну я не знаю, эмоционально это просто не передается. Участие в финале женского НБА для меня это, да, ну, наверное, не забуду. Это как раз все это произошло перед чемпионатом мира в 2010 году. Ну, конечно же, приятно быть первой белорусской, которая есть, надеюсь, будет еще возможность поиграть в этой лиге, сильнейшей лиге, и быть частью истории. Ну, я думаю, что у любого человека спроси, это была бы, наверное, ну, какая-то гордость. Все мои какие-то полячки, операции, ранний уезд дома, то есть все это не просто так, да. То есть я могу посмотреть, когда, закончив карьеру, что все, чем я пожертвовала в раннем, в детстве, в раннем возрасте, что это было все не просто так. Когда попала вот я в женский НБА вот этот первый год после травм, и я поняла, что я могу играть на уровне этих игроков, против которых я играю, которые были звезды, ну, там это было... Уровень, конечно, очень высокий. Вот, наверное, там я поняла, что у меня может очень хорошо получиться, если я буду продолжать, как говорится, работать, тренироваться. и раз меня оставили в числе этих 13 игроков, значит, ну, я этого заслуживаю. Очень часто я, наверное, иногда не то, что не верю в себя, а где-то какая-то уверенность немножко, знаете, пропадает. Конечно, я хотела бы перед тем, как закончится моя карьера, дать еще один шанс вот поиграть, попробовать, поиграть в женском НБА. После этого пошло приглашение в один из лучших клубов планеты, Екатеринбургский УГМК. И на тот момент ЦСКА была команда, которая была сильная, которая выигрывала Евролигу. И я еще помню центровые, Энн Боутерс, Мария Степанова, которая играла за сборную России. Ну, для меня это, знаете, звезды центровые. И тогда я приехала, и мы обыграли ЦСКА. И я помню, что я очень хорошо сыграла. И мы попали в финал четырех Евролиги. Для меня, конечно, ну, вот это очень запомнилось. В 2012 году Елена расширяет географию своей трудовой книжки и открывает для себя новое направление. Уезжает играть в Китай. Я отыграла лето в Атланте, у меня была травма. Мне агент говорит, что есть такое предложение поехать в Китай. Они берут только центровых, может быть, только одна иностранка в команде. То есть туда, скажем так, еще не всем попасть. После первого года сказала, что я туда не вернусь. Но все-таки я вернулась. И, конечно, мое второе, третье путешествие туда было совершенно противоположным. А настолько широка ихняя кухня, что иногда, когда приносят еду, и я спрашиваю, хорошо, что вот это, что вот это? Ой, мы сами не знаем. Конечно, был шок для меня, когда принесли суп с черепахи. Это очень популярно в Китае. Называется «хатпад». Как говорится, еда. То есть мы видим, здесь есть креветки, крабовые палочки, есть овощи, есть лапша. И вот есть как бы часть, которая острая, не острая. И это же, скажем, для человека, для любителя. И ты опускаешь вот мясо, как говорится, есть ты опускаешь в любую, наверное, из них. Я не знаю, может, здесь немножко по-другому готовится. И оно варится в этом соусе, и потом вот это ест. Спасибо большое. Было очень вкусно. Thank you so much. We're crazy. Thank you. For everything. It's good. Как видите, посмотрите. Все, поели. Реагировали и реагируют. И даже в этом году. То есть постоянно идут какие-то остановки, показывания там пальцем, съемки на телефоны, там фотографироваться. Ну, ты иногда стараешься там, может, шапку или капюшон надеть. Просто иногда непривычно когда столько внимания. То есть даже самой пойти в магазин, это мало того, что ты просто хочешь там походить и что-то купить. Это просто вот со всех сторон, и они тебя еще окружают. Они могут так еще проходить рядом. Вроде они проходят рядом, а здесь телефон где-нибудь. То есть я увидела все. Я иногда спрашиваю переводчиться, почему? Она не обращая внимания, потому что эти люди просто никогда, может, не видели белого человека. Они, может, не видели никогда блондинку. Для них это просто настолько шок. И они вот просто, даже не стесняясь, они просто стоят на тебя вот смотрят. Ни хао. Поминает в Китае сама атмосфера. Да, атмосфера. И очень много в Китае спа, да, у них вот этот массаж стоп очень популярен. Я вообще сама фанатка массажа стоп. Даже мы когда были в Пекине на Олимпиаде в 2008 году, в Олимпийской деревне, это все присутствовало. И я помню, ходили чуть ли не каждый день туда. Елена Левченко была заметна не только на улицах китайских мегаполисов, но и своей игрой на баспетбольных площадках Поднебесной. Да настолько, что за ней началась настоящая охота. Мы играли с командой Шанхая, и у них есть центровая со сборной Австралии. Она ударила меня вот один раз, и второй раз, когда она мне рассекла глаз, не было там никаких извинений, ничего. Ее просто дисквалифицировали на игру. Во-первых, баскетбольный мир весь был так шокирован, насколько некрасиво. Через день мы опять играем с этой же командой. Австралийку дисквалифицировали на игру, остались только одни китайки. И тут на фоне всего китайка просто, там видно на видео, все же записано, да, то есть просто ни с того, ни с сего. А я играла эту игру, я согласилась играть, у меня были как бы швы наложены, то есть все это закрыто было, и она меня ударяет на противоположную сторону. То есть настолько я испугалась, и там видно, что меня начинают держать. То есть я думала, что на тот момент мне было все равно, там дисквалифицируют меня или нет, но я готова была ее разорвать. Но была очень огромная поддержка баскетбольного мира. Почему-то все думают, что я уехала с Китая, потому что это произошло. Нет, абсолютно нет. Я уехала, потому что из-за сборной. Сейчас они играют в плей-оффах, и это в то же время, когда у меня игра в национальную сборную. Самые запоминающиеся для меня соревнования и клубные, и в национальную сборную, это было, конечно же, когда мы выиграли бронзовую медаль на чемпионате Европы в Италии. Никто не знал о нас и вообще о нашей сборной, и мы играли все время в группе «Б». Попадаем в финал чемпионата Европы, и мало того, что мы попадаем, мы выигрываем бронзовую медаль. Наверное, для меня это был один из самых запоминающихся моментов. Попадание на Олимпиаду, когда мы обыграли Бразилию. Попадание на чемпионат мира, когда мы были в шаге близки от финала. Тогда, в 2010-м, белорусские сенсационно переиграли россиянок и вышли в полуфинал. Но там нас ожидало обидное поражение в овертайме от сборной Чехии. Единственное утешение – Елена Левченко была признана лучшей центровой чемпионата мира и вошла в символическую сборную турнира. На сегодняшний день сборная для меня очень важна. Сейчас попадание на Олимпиаду – это один из самых важных, наверное, моментов для меня, для всей сборной, да и, я думаю, для всей страны и для, скажем так, женского баскетбола в Белоруссии. – Лена, за тобой! Здрасте! – А мы можем к вам пройти? – Подождите, мы собираемся. – Здрасте! – И для нас здесь, как за границей. Конечно, бы хотелось бы играть. И, наверное, после выигрыша бронзы на чемпионате Европы это был вот тот момент, где нужно было как-то, наверное, сохранять костяк сборной и делать на фоне этого команду, которая могла бы участвовать там в Кубке Европы, потом участвовать в Евролиге, почему бы и нет. Успешная спортсменка не дает покоя репортерам светской хроники. Яркая и эффектная Левченко является постоянной героиней гламурных фотосессий и мероприятий и входит в топ популярных и знаменитых людей Атланты. She's the first woman from Belarus to play in the WNBA and now she's a member of our Atlanta Dream. Here with us this morning at Atlanta Dream Center Yelena Luchinka. Yelena, good morning. What a pleasure to have you here. Good morning. Thanks for having me. Yeah. Well, first of all, welcome to Atlanta. Atlanta. I still live in this city. I don't even feel like a star. Of course, it's not pleasant когда-то, может, узнают на улице или там берут интервью или в других странах тебя узнают. Конечно, очень приятно. Просто я абсолютно люблю свое дело, то, чем занимаюсь. И это мне придает удовольствие. Я считаю себя счастливым человеком. А попробовать я бы, конечно, хотела. Все равно мне интересно в плане телеведущей. Yes. All right, there you go. So, we know about Bristol Palace highly publicized engagement and then break up with Levi Johnston. В плане стилиста я пробовала себя немножко. Ну, вот мы говорили про макияж, да. Я, наверное, это какая-то другая еще у меня мечта научиться профессионально делать макияж. Да, мне нравится мода. Я вообще хотела, когда училась в университете, а в Америке вначале, я хотела получить образование, связанное с модой. Вот что-то в fashion, design. Круг друзей очень узок. Ну, я, наверное, такой человек. Я, наверное, очень много пережила и прошла. И, может быть, как-то из-за этого, может, где-то, наверное, по каким-то своим качествам или где-то не то, что не доверяю не до конца, а где-то, может, обжигалось, где-то были, может, какие-то жизненные ситуации. Поэтому в баскетбольном мире, чтобы искать лучшие подруги, у меня есть очень хорошие друзья. Знаете, как моя мама говорит, хорошо, если я настоящая подруга в твоей жизни. Если у тебя есть одна, ты уже счастливый человек. Я думаю о личной жизни. И уже в какой-то момент думаешь, хочется, чтобы была семья. Хочешь, чтобы это был хороший человек, мужчина, который уверен в себе, который хочет расти, наверное, как человека профессионально. Наверное, я очень долгое время была лидером. Была и есть. Наверное, у меня такие качества как-то присутствуют. Поэтому, наверное, когда будет касаться личной жизни, хочется человека, который лидировал, потому что мне уже не хочется лидировать. Хочется просто почувствовать себя женщиной. Хочется, чтобы о тебе заботились, хочется почувствовать себя, наверное, слабой. Потому что мне очень долгое время, за очень долгие годы, и с раннего детства все время нужно было быть сильной. Хочу, чтобы человек был целеустремленный. Для меня это очень важно и с очень хорошим чувством юмора. Пользуясь моментом, конечно же, очень хочу, чтобы наш президент придавал больше внимания нашему виду спорта, который, я считаю, что мы очень давно и долго играем, и делаем результаты, и заслуживаем этого внимания, которого, конечно же, может быть, никогда не будет сравняться с тем же футболом и хоккеем, но очень бы хотелось, чтобы он был более популяризирован, и у нас был свой зал, которого на сегодняшний день нашей национальной сборной, его нет. Ну, может быть, когда-нибудь, когда мы закончим играть, может, что-то поменяется. Наверное, мне хочется, чтобы, может быть, когда-нибудь какая-нибудь молодая девочка, перспективная, такая же перспективная, как была я, может быть, моя история будет ей какой-то мотивацией, или поможет ей поверить в себя, и, может быть, будет у нас еще много Илья Левченко. Наверное, поэтому, если моя жизненная история, моя карьера как-то кого-то... Конечно же, мне хочется, чтобы популяризировался мой вид спорта, чтобы женский баскетбол в Беларуси рос, чтобы он не умирал, и, наверное, вот это мне как-то придаст удовлетворение, вот, чтобы все это было не просто так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok